Ненасмотря ни на что, просто бери пример у моря. Поволнуйся и успокойся. Говорю, что я живу в Одессе. У нас в Одессе это не... Хоть ты в гости, ты у нас в гости. Здравствуйте, друзья. Что у нас сегодня на обед? Что едят в Одессе? Надо покупать мясо и тут же его обрабатывать. Мы приготовили битки. Было, к счастью, светло. И от солнышка и было электричество. Кабачки натерли, посолили. Ждем, пока стечет водичка. Отжимаем. Вот, вычитал где-то, что можно отжимать через полотенечко. Главное, чтобы не было лишней воды. В Одессе сегодня немного пасмурный день. Надеемся на дождь. Устали все от жары. Да, кстати сказать, у нас свет отключают где-то по 6 часов в сутки. То есть это вполне уже для нас приемлемо. Можно много успеть. Море теплое. 127 градусов вода. В Одессе очень много людей. Мы по доходу, по прибыли уже и по количеству отдыхающих вышли на уровень до военного года. Где-то до уровня 19-го года уже дошли. Со всей Украины приезжают. Ну, больше же некуда ехать. Мужчины невыездные из Украины приезжают в основном в Одессу подлечиться. С детьми. Дорогая аренда квартир, конечно. Нет ни одной свободной квартиры, которая была бы предназначена под аренду. Но не говорю уже о гостиницах. Живет Одесса. Хотелось бы, чтобы все уже жили хорошо. Чтобы делаешь его к миру. Кабачки жарятся. Оладушки. В Одессе очень любят делать икру из кабачков. Но у нас как-то она не идет. А вот жарили кабачки кружочками, слайсами. На 2 кабачка 3 яйца. 6. 6 ложек. Оставалась у меня пачка творога. На 2 кабачка еще пачка творога. В принципе, в это время всегда в Одессе жара. Мы к этому привыкли. Нет кондиционеров. Нет кондиционеров не только дома, а и в магазинах. Где большие магазины, там у них генераторы. Такого места, где можно спрятаться. В сине 40, на солнце 50. Ну, тяжеловато. Еще не были 2 дня без воды. Так подключили бюветы на генераторах. Я показывала, какие очереди. Столпотворение. То есть, это, конечно, вторая серия кинофильма «Жажда». Отключается. Экофло включается. Включить нельзя. Поэтому готовить, конечно, в такую жару без электричества сложно. А лапку дай. Дай лапочку, дай моя девочка. А это наша буси в жару отбескает. Забливается ко всему. Замораживаем воду в морозилке, когда есть свет. Света нет. Мы перекладываем эти бутылки. Дольше держится температура. Вот. Ее приводишь в порядок. Потому что пылесос не всегда включить можно теперь. А эта швабра отлично все берет. Кирилл себе припрятал. Сидеть. Молодец. Ух ты! Дрюшкованная буся. Огурец. Собака очень любит огурцы и терпеть не может помидоры. Приятного аппетита, смачного. Это так надо, да? По-приличному. По-приличному. По-приличному мы это мы отдельно покажем. Когда нет света и воды, можно вообще, чтобы не пачкать посуду, использовать аграрозовую. Породочки есть. Да, придумал метод на хлебушек вместо тарелочки и вилочки. Это считается очень крутая подача. Это крутая подача по нынешней. Вот, все, ребят, без света тоже не страшно. Это крутая подача. Фокусы. Низ куска кто-то салатик будет делать. Солнышко, спасибо, спасибо, накормил семью. Ну и как? Вкусно. Вкусно? Все случилось? Да. Этикет будет после войны. А сейчас главное, чтобы все выжили. Смачного. И то биль. Смачного.